Россия и ее подельник Армения обе сейчас чешут свои репы из-за своей агрессивной политики по отношению к другим государствам. Наступают времена расплаты и обеим этим агрессивным государствам будет предоставлен счет за те преступления, которые они совершали против других народов. И здесь даже не стоит вопрос, будут ли украинские земли в составе России. Здесь давно уже всем понятно, что не будут. Вопрос состоит в том, какую цену российскому народу придется платить за свои злодеяния. А ведь счет для Российской Федерации будет представлен не только Украиной. Точно так же и не стоит вопрос, вернет ли Армения себе Карабах. Всем давно уже понятно, что Карабах никогда не вернется оккупантам. Вопрос сейчас состоит в том, сколько Армении придется заплатить за тот ущерб, который Армения нанесла за 30 лет Азербайджану. А ведь в оккупации азербайджанского Карабаха виновны не только армяне, а и Москва. Я бы сказал, что Кремль вдвойне виновен в аннексии Карабаха и семи прилегающих районов. Кремль не только помог армянам аннексировать азербайджанские земли, но и всячески препятствовал Азербайджану их вернуть, как дипломатическим путем, все время затягивая переговорный процесс, так и военным, введя в регион своих так называемых миротворцев. А россиянам счет предоставит не только Украина. Россияне многим народам нанесли ущерб, в особенности странам постсоветского пространства. К тому же напомню, что и Малайзия потребует от России миллионной компенсации за катастрофу MH17. Так что никто не забыт, ничто не забыто.